Дорогие узкоминогорцы! Снова на пороге стоят праздники, снова мы суетимся в ожидании семейных встреч, мечтаем и строим планы. И по традиции в это время мы с вами смотрим назад, подводим итог уходящего года и говорим о том, что ждет Узкоминогорск в году будущем. Для начала обратим внимание на такой важный блок вопросов, как строительство и Росгорода. Я не раз говорил о том, что в наше время от этого зависит будущее Узкоминогорска. В 2023 году проделана немалая работа по обустройству коммуникации в зонах перспективной застройки. Активно началось строительство жилья микрорайонных спорт. В 2024 году там запланирована большая работа по благоустройству. В частности, обустройство проездов между проспектами Сапаева и Сенберлина. Продолжится и строительство новых домов в микрорайоне за драмтеатром. В этом году там завершилось строительство школы, которая в сентябре уже примет учеников. Открылся детский сад на 150 мест. Здесь же функционируют коммерческие объекты и открываются объекты дополнительного образования. Таким образом, первый комплексно спроектированный район уже начал свою полноценную жизнь в составе города. В плане коммунальной инфраструктуры следующий год станет стартовым для таких крупных проектов, как реконструкция очистных сооружений в районе Согры и расширение котельной номер 2 в районе КШТ. В 2024 году также начнется обустройство водопровода в поселке Лесхоз. Этот вопрос стоял с самого вхождения поселка в состав города. Выполненная реконструкция сетей в поселке Красино позволит теперь продлить коммуникации и до Лесхоза. Также водопровод будет обстраиваться в районе вновь построенных частных домов по улице Дружба народов. Нельзя не отметить и то, что в 2023 году на уровне республики подтвердилось намерение строительства ТЭЦ-2 в Ускаменогорске. Кроме того, конкретную форму начали обретать планы по газификации региона. Два этих мероприятия в случае их реализации дадут ощутимый толчок к росту города и к повышению качества жизни. Если говорить о дорожной инфраструктуре, то, конечно, самым важным событием стало открытие ко дню города проспекта Семберлина. Это поставило точку в колоссальной пятилетной работе по созданию единого логического каркаса на левом берегу Евтыша. Именно на нем вырастут новые районы и второстепенные магистрали. Еще больше внимания вопросам дорог планируется уделить в 2024 году. В нашем регионе 2024 год назван Годом дорог. Примет участие в этой инициативе и Ускаменогорск. Только в первый этап работы мы планируем включить не менее 25 участков в разных частях города. Конкретный список будет опубликован позднее, но мы уже знаем, что большое внимание уделим дорогам микрорайонов. В 2023 году мы работали сразу с несколькими инициативными группами из поселков Шмелев-Лог, Левый берег и других районов. При непосредственном участии жителей определены приоритетные участки для асфальтирования. В наступающем году мы однозначно начнем эту работу. Еще один крупный блок работ в плане дорожной сети – оптимизация движения на подъездах к Хаэтрическому мосту. Открытие проспекта Сембелина дало отличный эффект, но учитывая перспективы роста новых районов на перекрестке Садпаева-Джибихжола, нужна полноценная развязка. В следующем году мы хотим начать первый этап строительства. Немного дальше, напротив гастрона Фрешмаркет, будет построен надземный переход через проспект Садпаева. С противоположной стороны моста находится кольцо, которое давно стало проблемным в плане перегруженности транспорта. Учитывая это, здесь запланирован целый комплекс мероприятий, в том числе строительство подмостового проезда, проезда с Победой на Славского в Охот Кольца, расширение улицы Пермитина на подъезды к Кольцу. Все эти работы призваны максимально уменьшить нагрузку на перекрестках. Помимо этого, для снижения заторности запланировано строительство восьми правоскоренных съездов разных частей города. В сфере общественного транспорта нам удается обеспечивать регулярность автобусного сообщения на уровне 84%. Благодаря поддержке Акима области вопрос по субсидированию на следующий год решен. И мы со своей стороны сможем более требовательно отнестись к данному показателю. Планы обновления парка автобусов мы уже достигли уровня 40%. Начиная с 2021 года в город поступил 101 новый автобус. В 2024 году, по имеющейся информации от перевозчиков, эта цифра увеличится еще на 54 единицы. Кроме того, во втором квартале 2024 года запланирована работа по увеличению охвата пассажирскими маршрутами окраинных районов за счет приобретения до 30 новых микроавтобусов. Обновление коснется и трамвайного парка. Будут приобретены еще три новых трамвая. В целях эффективного обслуживания городских дорог продолжится расширение парка, техники, коммунальных служб. И в следующем году запланировано проведение еще трех комбинированных дорожных машин для Тазаус Кюмин. Мусоровозящими организациями в уходящем году приобретено 5 мусоровозов и уже планируют новые проведения и до счетов. Нами также рассматривается перспектива создания сервиса общедоступного онлайн контроля за работой техники Тазаус Кюмин и мусоровозящих организаций. Далее, говоря о планах на 2024 год, подробнее всего я хочу остановиться на мероприятиях по благоустройству и формированию внешнего облика города. В уходящем году мы завершили двухлетнюю работу по обновлению парка Металлург, полотреставрирован Мемориал Победы, появилась подсветка исторической зоны в районе ДКМ. Благостроен крупный сквер на улице Фасадная в Новой Сокре. В 2023 году мы впервые смогли начать ремонт фасадов. Это встретило очень положительный отклик со стороны граждан. Мы намерены продолжать и усиливать эту работу и самое главное – дать ей системную основу. Уже сейчас профессиональные архитекторы разрабатывают дизайн-код для нескольких улиц города. Впервые в истории мы формируем единые стандарты, которые зададут облик каждого района города. Это будет перечень правил для оформления фасадов, входных групп, вывесок, обустройства тротуаров, аллеи, газонов и подсветки домов и архитектурных форм. Со временем такие рекомендации разработают для всего города и улицы приобретут единый архитектурный облик. В 2024 году мы планируем в пилотном порядке провести благоустройство вдоль улицы Казахстана. Эти работы охватят участок от Мызы до Хавамбайватыра, а также сквер перед Центральным универсалом. Параллельно здесь пройдет обновление фасадов домов. Также фасады планируется ремонтировать в исторической части города, на проспекты Шакарима. Этим работы по благоустройству не ограничатся. Во втором полугодии ожидается открытие новой набережной на продолжении улиц Астана. Также актуальным является вопрос переведения в порядок имеющихся пешеходных зон в русле Комендантки на набережной Славского, улице Протозаново. Будет восстановлен спортивный стадион микрорайона защита, спортивная инфраструктура на Комсомольском острове. Также запланирован ремонт в подземном переходе в районе 45-й аптеки. Хочется рассказать еще об одном проекте. Треугольник между улицами Астана, Хашуабаева и Потанина является крупной зоной жилой застройки. Изнутри она наполнена международными проходами, пешеходными дорожками и аллеями. Они активно используются жителями города, но находятся в плачевном состоянии. Здесь будет проведена работа по благоустройству обновленный асфальт, брусчатка, система освещения, установленные архитектурные формы. В дальнейшем мы хотим распространить этот опыт и на другие районы. Также планируем начать в 2024 году благоустройство в районе улиц Бурова и Новаторов. Средства на обустройство одного сквера уже зарезервированы. Еще один новый сквер появится по улице Репина в районе Гавани. Продолжится также работа по ремонту проезда во дворах. В 2023 году мы охватили этими мероприятиями 113 участков. В 2024 году также закладываем средства на более чем 100 участков ремонта. Еще одним новым направлением станет работа с ветхими домами. Таковыми в городе признано 11 жилых домов и в 2024 году там будет проведен ремонт. Многих беспокоит вопрос состояния моста в районе Гавани, также известного как Шнайдерский мост. Хочу обозначить, что средства на ремонт уже выделены и специалисты уже приступили к работам. В заключении остановимся на социальной сфере. Я уже говорил о завершенном строительстве школы в микрорайоне за драмтеатром. Также в 2023 году началось строительство трех школ по президентской программе комфортной школы на проспекте Сембелина, по улице Увалиева и поселка Бабкино-Мельница. Кроме того, готовится участок под школы в микрорайоне «Спорт» в 23-м районе и поселка Шемелев-Лок. Хорошая новость для жителей Ахмирова станет запланированное на 2024 год строительство амбулатории. Отдельно внимание заслуживает планы по развитию системы дошкольного образования. В целом, за счет строительства государственных и частных детсадов, возврата к целевому назначению или реконструкции имеющихся зданий, мы планируем создать в городе более тысячи новых мест. Почти половину от существующей потребности. Это основные планы по развитию и росту города на новый 2024 год. Говоря о них, я в первую очередь хочу отметить все более активное вовлечение граждан в общественные процессы и принятие решений. Лишь осознание нашей общей ответственности за город обеспечит дальнейшее успешное развитие. Будьте активны, здоровы и счастливы, дорогие друзья. Любите свой город. До новых встреч и новых совместных успехов. С наступающим Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова